В Савалерии Гущина путь во взрослую жизнь начался с обивания порогов судов. Когда парню исполнилось 18, он с удивлением узнал, что должен по счетам ЖКХ за квартиру, в которой никогда не жил. И не знаю, сколько я сейчас должен. Потому что все это приходило на старый адрес, где я никогда не жил. Приставы списали с Ваверы все, что было. 110 тысяч рублей, алименты, которые биологическая мать, так положено по закону, переводила, пока мальчик был в интернате. По счетам за коммуналку она не платила годами. Решение удалось оспорить, однако выяснилось, что за Ваверы числятся еще пять судебных производств по заявлениям все той же управляющей компании. Управляющие компании этим пользуются. Они знают, они как бы говорят, что они не знают. На самом деле они все прекрасно знают, что у них прописан детдом и сирота. Они дожидаются, когда ему должны исполнить наслед. Ровно в это время идут к мировому суде и подают заявление на списание долга. И при этом в Москве действует закон, по которому воспитанники детских домов вообще освобождаются от расходов по ЖКХ. Вот только льгота предоставляется не автоматически, а в заявительном порядке. Если льгота не была своевременно оформлена, то управляющая компания может взыскать долги за ЖКХ. В таком случае дети-сироты могут обратиться к юристам уполномоченных организаций, которые окажут им правовую помощь, помогут подготовиться к судебному заседанию, а также представят их интересы в суде. Звучит убедительно, вот только сделать это непросто. Квартира, бросившая его матери, досталась другому детдомовцу Ивану Витухину вместе с долгами по ЖКХ. То, что у него долги вообще за квартиру, я знал уже давным-давно. И когда мне сказали, что я квартиру не получаю, а я должен выселить маму, потому что квартира достается мне, я знал, что вот эти все долги, которые она накопила за всю жизнь, они переходят на меня. Но мне сказали, что через суд это можно будет перевести долг на нее. Однако судиться детдомовцу долго и сложно, а долг тем временем списывается безакцентным способом с карты Ивана, на которую каждый месяц приходит стипендия 13 тысяч рублей, фактически оставляя его без средств к существованию. При этом исполнить другое решение суда о выселении биологической матери приставы не могут уже два года. Юридически он владеет этой квартирой и даже там прописан, так как является по сути сейчас единственным собственником, то понятно, что он должен оплачивать коммунальные услуги и прочие всякие начисления. Они ложатся сейчас долговым временем, начинают обрастать дополнительными пенями, при этом он не пользуется квартирой. В России ежегодно в похожей ситуации оказываются тысячи выпускников детских домов. Чтобы защитить их, общественники выступают законодательной инициативой. Во-первых, мы предлагаем, как только ребенка выявили как оставшегося без попечения родителей, то в течение месяца необходимо, чтобы его доля по оплате коммунальных услуг была выделена. Во-вторых, чтобы на все время, пока ребенок находится на воспитании либо в детском доме, либо в семье под опекой, попечительством, он был освобожден от оплаты вот этих коммунальных услуг. Законопроект уже направлен в Госдуму и уполномоченному по правам человека.